Привет, народ! Сегодня у нас видео такое специфическое, можно сказать, оно по запросу, поскольку эта тема обсуждалась в комментариях и, может быть, даже не на моём канале. Но я долго собиралась с мыслями и в итоге решила всё-таки снять это самое несчастное видео. И всё. Собственно, у нас сегодня пойдёт речь о товарах из фикс прайс, которые не стоит покупать. И у меня есть тут блокнотик, я составила себе список этих товаров, и сейчас я их вам покажу и расскажу, почему же всё-таки не стоит. И не смотрите на мой внешний вид, так я хожу дома, это моя домашняя одежда. У меня просто совершенно не было никакого желания как-то одеваться на камеру. Тем более, что товары у нас в основном бытовые, поэтому давайте и образ сохранять. Итак, у нас с вами сегодня топ-13 адских товаров из фикс прайс. И давайте же их начнём. У меня есть список, но, в принципе, список мне, я думаю, не понадобится, поскольку все предметы у меня перед носом на столе лежат. Давайте начнём с самого-самого разочаровавшего у меня товара. Помните, если у меня как-то в покупках мелькало, и я не раз упоминала, что очень хотела эту вещь, попробовала, насколько она действительно работает. В одном из видео с покупками я показывала вот этот вот, как это называется, вакуумный пакет. Я вам даже не могу описать. Вот этот вакуумный пакет. Тут вешалка сверху. Вот здесь он вроде как должен закрываться на два вакуума. Я не знаю, будет ли видно, но... Когда я в него уложила вещи, и, собственно, вакуум здесь состоит из, знаете, вот зип-пакета. Вот типа такой зип-пакет, ну, как в Икеа продают, но он двойной. То есть один в одну сторону, другой в другую сторону закрывается. Закрыла я этот пакет и только пошла за пылесосом, как этот пакет у меня буквально рядом просто разъехался. С этой стороны вот, как бы, за... вот эта защёлка, закрывашка с одной стороны осталась, а пакет есть просто разъехался. Зря потраченные деньги. Я даже не знаю, что сказать, ну, просто ужас, просто кошмар, потому что... Ну, внутри, понимаете, когда вы видите вот эту вот упаковку, вы вряд ли можете распаковать её, и она, во-первых, герметично запакована. То есть вы не можете посмотреть, что внутри, какой там товар, из какого он материала. Но, по возможности, то есть этот пакет, он шуршащий и сухой, если так можно выразиться, но я думаю, что вы поймёте меня. А я сейчас им пошуршу. Вот, я думаю, понимаете, то есть звук довольно сухой, такой, ломкий. И такой пакет, мне совершенно не удивительно, что он разъехался, даже не по шву, а рядом сошло, потому что он просто высох. И неизвестно, сколько он лежал у них на складе. Посмотрим эту бумажку, упаковку, точнее. На упаковке нет ничего, где бы было обозначение какое-то. Полиэтилен – это не полиэтилен. Написано, что это полиэтилен. Это не полиэтилен. Полиэтилен не шуршит так. Возьмите... Сейчас, момент. Возьмите любой пакет из-под фруктов. Вот полиэтилен. Он шуршит мягко, он мягкий, он не ломкий. Вот это полиэтилен. А вот это мутатин – это не полиэтилен. Это либо высохший, неправильно хранившийся полиэтилен, хотя здесь сурогонность не ограничена. Естественно, он не ограничен. Он может быть и 5 минут, и 5 лет. И может быть и 500 лет, если им правильно пользоваться. И правильно его хранить. Но если изначально была нарушена технология при производстве, то какое нахрен хранение? В общем, вот такую вещь больше не берите. И вообще никогда не берите. Если увидите вакуумные пакеты в экспрессе, с крючком, да еще такой красивый мужчина на пакете, который вам обещает, что у вас был полный шкаф, а станет только половина. Да, все это бред собачий. Я не знаю вот людей, я вообще, во-первых, не знаю людей, кто бы покупал эти вакуумные пакеты в экспрессе. И даже если они есть, но я еще не знаю этих людей, у которых бы все было в порядке с этим пакетом. Поэтому, вот у них у самих тут написано, не хранить вместе с острыми предметами в связи нагревательных приборов и под прямыми солнечными лучами. Нет, понятно, что, например, нагревательные предметы расслабят этот якобы полистен. А вот солнце, оно высушит. И, скорее всего, эти штуки лежали у них на складе где-нибудь под палящим солнцем. В общем, я даже больше не хочу об этом говорить. Это самый ужасный вакуумный пакет в моей жизни. Вакуумный пакет должен быть из мягкого, полусиликонового, то есть, ну, на ощупь даже. То есть, вот эта штука на ощупь, она выглядит, как, не знаю, очень сухая какая-то. Это не полиэтилен, это не полиэтилен, это я не знаю, что это. Как это назвать? Это пленка, просто пленка какая-то, сухая пленка, непонятная. Или упаковочная, или я не знаю, из чего это сделано, но это халтура. Вот. И, во-первых, у вторых, крючок у меня тоже оторвался, я не буду уже разворачивать и показывать, потому что это у меня утомляет эта вещь. Перейдем дальше. Подведу итог, то есть, я очень много времени на эту хрень потратила, подведу итог. Такая вещь должна быть из мягкого пластика, из мягкого полиэтилен, или полисиликон, или что-то такое. Должно быть очень мягкое, очень структурное, структурный пластик, который, пластик полиэтилена, в общем, что-то в этом духе, который не держит форму, то есть он мягкий, гибкий. Но при этом, когда вы из него воздух высасываете, он у вас не расходится по швам. Все. А то больше не могу уже с этим полиэтиленом. Так, перейдем, наверное, к кухонным всяким штукам. Я думаю, многие знают, вот такая вот доска была, она и сейчас продается со всякими мерами. Меры супер, ничего не могу сказать, это мне нравится сторона, но, вы видите, я, не обращайте на звук, это у Алиски, в общем, когти она дерет, а коробку. Видите, как бы я пользуюсь доской где-то уже, наверное, год, может даже больше или около 10. Ну, год точно. Ну, точно не могу вот прям весь день сказать, когда я ее купила, но год ей точно. И, вы видите, она в жирных подтеках, кое-где рисунок стерся, кое-где какие-то цифры стерлись. С обратной стороны я вообще, ну, грязная, шершавая, все туда в нее впитывается, я ей пользуюсь очень-очень редко. Я, в основном, когда я на ней разделываю мясо, курицу, что-то такое, сразу мою и ставлю сушиться. Плюс она немножко деформировалась, то есть вот эта часть, она намокает, вы на ней режете, она прогибается внутрь. Совершенно неудивительно, потому что это фанера. И совершенно неудивительно, что она будет так отслаиваться, и будут вот эти вот шершавости, и будут занозы, которые не очень-то будут приятны для продуктов. Вот, если по горизонтали посмотреть, то края, как вы видите, совсем чуть-чуть, но они уже вот так вот прогнулись, как бы, вверх. А внутренняя часть, она углубилась вниз. Не советую, лучше съездите в Измайлово, на Вернисаж, и купите там многослойную деревянную доску, толстую, сантиметра два она, и она будет по цене, ну, чуть-чуть, да, подороже, ну, где-то около, может быть, 500 рублей, но вы будете пользоваться ей всю жизнь, а не покупать каждый год вот такую новую. Дальше, у меня есть такая форма, я думаю, что многие ее помнят, это такая зеленая форма была, для кексов и хлеба. Вот, я пользовалась ей один раз, один раз я делала в ней кекс, и вот, что с ней случилось. Это, ну, я не назову это грязью, это какой-то пигмент, который выступил на поверхности, он есть вот тут везде. Вот. Она вся выглядит, как будто бы она грязная, на самом деле она чистая, ну, может быть, пыльная немножко, поскольку я ей не пользуюсь. Она лежит уже больше, наверное, больше двух лет. Я пользовалась, говорю, первый раз, пользовалась Кию один раз, делала кекс на Новый год, все. Вот эта вещь, которая выступила коричневая и пятнами пошла по всей форме, она меня очень сильно смущает, и я как-то не решаюсь в ней готовить. Вот. И форма сама по себе, несмотря на то, что она довольно гибкая, она какая-то очень хрюбенькая. Вот. И даже вот эти вот направляющие, они не дают, как бы, форме держаться. То есть, когда она стоит горизонтально, на горизонтальной части, да, она держит свою форму. Но когда вы берете ее за края, если внутри тесто или какой-то уже хлеб, вот там, испеченный, то она вся вот так вот провисает туда, вниз. В общем, форма, я не знаю, куда ее деть, выбросить свою держалку, может, светлые буду в ней сажать, весной. Так, переходим дальше. Тоже кухонная, тоже нашумевшая. Вот такие вот две силиконовые прихватки, чтобы брать сковородку, там, противень. Знаете, я купила сначала одну, потом подумала, зачем мне одна, мне надо две. То есть, сковородку я как-то, у меня все сковородки с ручками, поэтому, ну, я имею в виду, с ручками не горячими. То есть, они уже снаружи чем-то обработаны. Ну, в основном. Вот. В общем, для сковородок мне как-то не нужно, да и не очень-то удобно этой штукой брать сковородку. Вот, для противня, для, там, когда выпечку какую-то делаешь, очень, я подумала, так, удобная вещь. И купила вторую. Но, опять же, как и с предыдущим товаром, я пользовалась ими ровно один раз. Обожгла себе руки и больше ими не пользовалась. Они лежат. Я даже не знаю, как бы, куда их применить-то, блин. Вот, что ими можно делать, ну, все-таки я потратила на них деньги. Не знаю, может быть, что-то грязное вытаскивать. В общем, не знаю. Я вот до сих пор не могу применить. Они лежат уже тоже, наверное, года два лежат, эти штуки у меня. Пропускают они тепло, даже не то, что тепло пропускают. То есть, никакой противень вы не достанете из духовки, эти штуки не работают. Покупать не советую. Они были в трех цветах. Голубой, зеленый и розовый. Дальше, что такое кухонное. Дальше у меня кухонное. Я купила, ну, в качестве сувенира. Вот такой магнитно-холодильник. Очень красивый, но явно сделан не по каким-то технологиям и нормам, поскольку, когда я его распаковывала, упакован он был, ну, как вы знаете, сверху пленка, сзади картонка. Вот, когда я аккуратненько пыталась снять картонку... Нет, картонка снялась нормально. Но когда я стала из этой вот формы пленочной, которая была снаружи, пыталась его оттуда вытащить, он у меня сломался. Вот здесь откололся угол. Сейчас, наверное, не получится показать. Сейчас попробую. Ну, вот он почему-то не хочет сфокусироваться, но, я думаю, вы видите. Вот здесь вот трещина. Вот она под магнитом. Вот, собственно, то есть он сломался, и, соответственно, дарить сломанный магнит уже не... ну, как-то неприлично. Дальше, по-быстренькому, а то у меня садится батарейка, уже получилось очень длинно, а я только начала. Так, вот такой набор перец и соль. Не смотрите, что грязные, потому что мы ими не пользуемся, а они стоят в основном возле плиты, и я из них что-то высыпаю, когда готовлю. Я покажу, наверное, на соли, потому что ее там практически нету, и это будет проще всего. Тоже в каком-то из видео, или не на моем канале, я объясняла девушке, почему не стоит это брать. Ну, вот, во-первых, я не знаю, почему, то есть я пользовалась этими штуками на разных квартирах, с разными, как бы, внутренне погодными условиями, то есть где-то была повышенная влажность, где-то пониженная, то есть квартиры разные, постройки разные, разных годов, с разными стенами, где-то панельные, где-то кирпичные, и как бы везде атмосферы разные, в одной квартире жарко, в другой прохладно. Я думала, что это зависит от влажности, но соль слеживается, то есть она высыпается, но она высыпается оттуда кусками. Если видите, на крышке прилипла соль, то есть она оттуда не высыпается, ну, как, она отсырела и прилипла к крышке. Во-вторых, крышка по высоте, даже, не знаю, явно больше, то есть вы видите, ну, вот я ставлю там, где она должна упираться в горлышко, и, надеюсь, видно, что она на 2 мм выше. Поэтому, когда вы ее закручиваете, она упирается в краешек, и там остается пространство. И когда вы сыпете соль, это пространство забивается солью. Когда вы крышку откручиваете, соль сыпется у вас отовсюду, то есть она заделась вот здесь по спирали, по которой должна крышка закрываться. И вся эта соль сыпется вам на руки. Вот. Думаю, что с солью понятно, с перцем. Дырки здесь абсолютно идентичные. Но если в соли они распределены по всей крышке, то перцы, они сделаны каким-то треугольником. И вот если вы увидите здесь хотя бы пару дырочек, то есть от того, что содержимое отцелевает и прилипает везде, где только можно, дырки тоже залепляются. И несмотря на то, что перец довольно мелкий, просто порошкообразный, он просто забил все дырки оттуда, ну, никак. Так, если только отвинтить, все это высыпется вам на руки, и остатки вы сможете использовать просто куском таким слипшимся. Вот. На этом такие кухонные кончились. Дальше переходим по быстренькому, потому что, кстати, вот я открывала соль, и вот она вся соль высыпалась в форму. То есть это все, что застряло между крышками. Меня это дико раздражает, поэтому я такой набор бы не посоветовала. Дальше. Купила я Алиски вот такого хомяка. По идее он должен был бы, знаете, так, дергать за хвостик, и он вибрирует и бегает по полу. Вот хомяк, а вот моторчик. Буквально пару раз я за него дернула, и моторчик выскочил. При этом лично моя кошка вообще не поняла всю прелесть этого моторчика, то есть ее это пугало. Я не знаю, какое животное воспринимает бегающих мышек каким-то азартом, но моя Алиска такие вот дву игрушки, она их обходит стороной. Так, дальше. Дальше подряд буду, потому что уже выбирать времени нет. Вот такой крем. Думаю, что еще буду о нем говорить в пустых баночках. Если у вас проблемные пятки, вот как здесь пишут, от трещин в ступнях, усиленная формула, алантаин и витамин F. Я не знаю насчет состава, но никакой усиленной формулы здесь нет. Это обычный крем для ног. Обычный совершенно. Потому что если у вас проблемные пятки, для вас это просто крем. Он ничего не делает. Если у вас нет никаких проблем с пятками, то вы можете намазаться, надеть носочки и у вас будет все зашлить. Но если у вас проблемы, это просто крем. Никакой. Просто крем. Он ничего не делает. Никакой здесь усиленной формулы нет. Вот. Думаю, что еще упомяну о нем в пустых баночках как-нибудь, но не буду сильно задерживаться. Так. Дальше. Искусственные цветы. Во-первых, все это двигается. Вот эти вот листики, цветочки, листочки. Это тоже все двигается. Вот. Думаю, что видно. Вот эти вот длинные листики, они вообще здесь на скотче. Если бы я могла, просто у меня камера не передаст. Здесь это все держится на скотче, на полоске скотча. Вот. Лепестки отрываются, то есть внутри, вот это вот место, где, сейчас попробую показать, где цветок, как бы надевается на палку. Вот она внутри, палка. Вот палка. Вот псевдотычинка, которая не дает цветку в нее слезть. Вот я ее подвинула наверх, эту сычинку. И вот он надевается цветок. То есть, все это болтается. То есть, ну, и 50 рублей одна вот такая веточка. Я просто в аппеке. Ну, не советую, короче. Есть бабульки, которые возле метро продают искусственные цветы. Да, чуть-чуть подороже может быть. Но у них более качественно все это. То есть, если вы придете, там, на могилу, или куда вы цветы, ну, покупаете, если вы придете потом и посмотрите, как это все выглядит, уже на месте, то вы увидите, что... Вот я даже собрать его обратно не могу. В общем, вы увидите, что цветок в хорошем состоянии. Это нет. И он еще сделан из такой скани, которая пачкается. То есть, если вы принесли на могилку белый цветок, то вы приедете в следующий раз, он будет грязный. Не советую. Дальше из такого, из мелочи. Брала... Ой, извините, у меня... О, ико там началась. Брала я фломастеры. Фломастеры все запакованы в герметичную какую-то пленку. Вот насчет этих ничего не могу сказать. Двухсторонние. Они мне понравились. Они хорошие. Правда, например, вот цвет пастельный, он никакой не пастельный. То есть, колпачки по факту не соответствуют хиньке дела. Вот про этот набор я говорю. Я думала, помните, я его показывала как-то тоже в покупках. Вот так вот. То есть, он герметично все это. Их там, по-моему, 20 или 25 оттенков. 25 оттенков фикс прайса. В общем, они упакованы герметично в пленочную... В такой вот пленочный чехол. Посмотреть, что внутри и какие они внутри, вы, ну, никак не можете. Иначе товар будет, как бы, вскрыт и нарушение торговой упаковки. Когда я пришла домой, в принципе, я особо не выбирала, что я там могу посмотреть в магазине. Взяла то, что мне нужно, и пошла. Когда я пришла домой, я, по-моему, на двух фломастерах, если не ошибаюсь, на оранжевом. Видите, от него другой. То есть, другая здесь финтифлюшка. И был еще какой-то желтый, что ли. В общем, да, он просмеялся и не видно. Что могу сказать? А, нет, вот на этом, на желтом. Ну, тут, наверное, не будет видно. В общем, когда я его открыла, вот этот вот наконечник, он был сломан. И болтался внутри. Ну, тут, как бы, все нормально. И крышечка, она есть, и ничего. А вот на оранжевом оказалось, что крышка тоже лопнутая. И когда я ее, как бы, сняла, то есть, оказалось, что она очень сильно наделась на фломастер. Так, что наконечник был в самом конце. Он там застрял, я не могла его вытащить. Пришлось ломать всю крышку. Вот. И в итоге наконечник я приклеила на суперклей. И обратно все вставила. И вроде как он пишет. Но пришлось на него нацепить другой наконечник, который я смогла найти вообще, чтобы он хоть как-то был не высох. Вот. И про эти наконечники хочу сказать, что они никак не фиксируются. То есть, вот он просто надевается сверху, и все. Но абсолютно не герметично. И он никак, говорю, не фиксируется. Как, например, ручка. Здесь есть такой бортик, за который край крышечки, он как бы отцепляется и фиксируется. Здесь этого нет. То есть, вот такие вот фломастеры. Сейчас покажу. Я все не буду показывать. Их очень много. Не уверена, что его как-то поместится. В общем, вот такой набор. По-моему, у нас было 20 штук. Или 25, точно не помню. Большой набор. Не стоит его покупать. Плюс здесь есть, вот, например, розовый, темный и розово-светлый. По факту они практически ничем не отличаются. Есть алый, есть морковный. По факту они ничем не отличаются. Даже вот вам скажу. Есть бордовый, а есть коричневый. По факту ничем не отличаются. Хотя цвета вообще разные. Вот. Показывать не буду на бумаге, поскольку времени как-то очень много. Это все заняло уже это видео. Я вам скажу, уже 30 минут. Так. И осталось у меня, по-моему, два товара, да. Вот. Брала я как-то вот такой набор. Ну, как такой набор. Здесь два набора. В первоначальном наборе была вот такая синяя, как бы, ручка. И к ней, по-моему, 12 или 16 насадок. Вот. В общем-то, буквально в... Не знаю, я ее брала для того, чтобы разобрать свой ноутбук и кое-что в нем починить. Самая такая известная насадка шестигранная, ой, четырехгранная, крестовая, такая самая ходовая, она стерлась практически сразу. Есть у меня еще крупнее, тоже четырехгранная, крестовая, только более крупный у нее наконечник. Он тоже стерц, и ничего им открутить невозможно. Он имеет заусенцы, и, как бы, верхушка у него затупилась. И есть еще более мелкие, я его искать не буду, еще совсем более тоненькая, крестовая отвертка. Она вообще стесалась, то есть это просто вот штырек. Поэтому буквально на днях, так как мне нужны мелкие отвертки, я вынуждена была купить, я показывала тоже его в обзоре на покупке в каком-то, вынуждена была купить новый набор. Там вот такая черная отверточка и две вот такие вот штучки, держалки. Здесь написано, какие размеры, и здесь вставлены насадки. Сейчас попробую, пойду посмотрю, осталась ли у меня сила-упаковка. Да, вот она сохранилась, у меня упаковка, я специально стала выкидывать, чтобы вы посмотрели. Сейчас это выглядит вот так. Раньше это было в коробочках. Сейчас выглядит вот так. Здесь это черная ручка, здесь две насадки. Две, два наборчика с насадками. Сзади вот так выглядит. Что тот, что этот набор, покупать не советую, поскольку головки очень быстро стесываются и перестают вообще какое-то иметь свое полноценное назначение. Вот, поэтому не советую. И последнее, что я брала уже очень-очень-очень давно, я даже не знаю, сколько этому набору лет. Лет пять, наверное. В общем, был такой набор из пяти, по-моему, или из шести ножей, совершенно разных. Вот такой нож в виде скребка. Он здесь вот снимается, вот это вот. Да, вот. Снимается, и можно им что-то подскребать. Но что-то я как-то не нашла, что именно им можно подскребать. Как-то не воодушевилась я этими скребками. И, в общем-то, довольно острая штука. Но, честно говоря, применения я ему так и не нашла. Не буду закрывать, а то это все очень затянется. Дальше был тоже вот такой вот скребок, но... Сейчас попробую его открыть. Вот. Он не фиксируется, поэтому скрести им тоже довольно трудно. Вот он так выдвигается. Здесь он никак не фиксируется. Видимо, то, что фиксирует, отломилось, или этого вообще не было. Вот. Что им скрести, тоже я как бы не нашла. Вот. Дальше шел вот такой вот маленький, пользовался им один раз. Он выдвигается вот так вот, но никак не фиксируется. То есть он на пружине и быстро заскакивает обратно. Вот. Единственное, это удобно, когда вы что-то режете, там, бумагу, вам нужно очень тонко и очень ровно отрезать. И вот этот края вы ведете по линейке, и все у вас ровно отрезается. Это единственная, наверное, полезная штука. Причем, конечно, прикольно, что он на... А, нет, вот фиксируется. Надо до конца нажать. Прикольно, что он на пружине, то есть он лишнее, можно контролировать лишнее. То, что туда заходит и выходит. Вот. Еще был вот такой маленький. Он буквально вот сантиметров шесть. Просто обычный ножичек. Но я вам скажу, что из-за того, что он тонкий, маленький, он не сильно удобный. Но здесь он сделан по принципу, что его можно носить с собой, что ли. Короче, он... Здесь вот петелька есть. Здесь такая штучка, которая цепляется за страницу, например. Но тоже не очень удобная. И в таком же наборе был ножик вот такого же плана, только... А, нет, был еще... Такого же плана, только синий. И, я думаю, что все знают, большой такой широкий, тоже синий. Широкий. И вот такого плана они сломались сразу же. Я думаю... Слышала, как он гремит? То есть, все это там ходит ходуном. Когда вы режете, лезвие вот так вот болтается. То есть, оно никак не фиксируется. Чем больше вы на него нажимаете, тем глубже оно вот здесь вот, как бы, нагибается, что ли. То есть, даже, по сути, не важно, как вы совсем чуть-чуть выдвинули или на всю длину. То есть, на всю длину оно мотается, как сапьян ветру. Чуть-чуть, оно все равно мотается. Это дело с перцом, наверное, связано. В общем, совершенно не важно, как вы его выдвигаете. Он мотается, это неудобно, он гремит, он никак не фиксируется. То есть, если вы нажимаете сильно, он выдвигается обратно. Вот. И большой ножик у меня сломался точно так же, как и маленький. То есть, они, когда режешь, он вот сюда отгибается, отгибается, отгибается. И в итоге вот здесь вот у меня лопнуло. И вся эта, весь конец, он отломился. Вот. Так что, набор из таких ножей, сколько их там, четыре, из шести ножей, покупать не советую. По факту, нужны только два больших ножа, то есть, тонкий и широкий, остальными вы пользоваться вряд ли будете. Ну, если только вы не макетчик, там, какой-нибудь. Но, и тоже сомневаюсь, потому что применить куда бы то ни было эти ножи, в строительстве, в ремонте, навряд ли они точно так же быстро сломаются. Если только вы чертежник, макетчик. Вот. А если вам нужны обычные вот такие ножи, купите хороший нож с металлической направляющей, просто в канцелярском магазине. По цене выйдет то же самое, но он прослужит вам намного дольше, и плюс вы можете менять в нем лезвие. То есть, просто купить наборчик, и будет у вас еще сменный лезвие. Вот. Кажется, все. Вроде бы ничего не забыла. Вот такой вот адский набор. Ни один из этих товаров я покупать вам не советую, поскольку либо они не делают того, что должны делать, либо они очень быстро выходят из строя, и я просто не вижу смысла покупать каждый месяц или каждые несколько месяцев один и тот же набор, или один и тот же товар, чтобы потом его выбрасывать и снова покупать. Мне кажется, что проще купить точно такой же в каком-то другом магазине, может быть, в специализированном магазине. Он будет, да, дороже, но он будет качественнее, прослужит вам, может быть, даже всю жизнь. Не придется его покупать несколько раз в сезон. Вот. В общем, такой был большой обзор. Надеюсь, что было интересно и, может быть, даже полезно. И, может быть, вы не будете чего-то покупать, что вам, может быть, хотелось купить и после этого видео вы передумали. Напишите мне в комментариях, есть ли у вас что-то из специальных товаров. Может быть, вы этим товаром довольны тоже об этом. Напишите, давайте это обсудим. Потому что я не говорю, что все товары плохо делают. Может быть, в некоторых экспрессах некоторые товары более качественные. А вот мне просто попался неудачный вариант. Вот. И подписывайтесь, ставьте пальчики вверх. Обязательно нажимайте на колокольчик, потому что, знаете, такая останетная ересь происходит для этого колокольчика. Вот. И комментарии, жду комментарии. Нормальные, хорошие комментарии с вопросами или советами или какими-то мыслями, идеями. И пока-пока. Увидимся в следующих видео. Подождите. У нас же топ-13. Самое интересное, это я забыла, 13-й товар это резинки для волос. Они гладкие, без каких-то там рифлений и прочего. Самые обычные, с вот такой железной, как сказать, штучкой, которая скрепляет два конца. И они бывают там совершенно разных цветов. и синие, зеленые, розовые, в общем, какие только хотите. Это самые плохие резинки. Мне они уже в принципе больше не нужны, поскольку я вынуждена была постричься, но это другая история, я сейчас не ее расскажу. Резинки после первого же использования, то есть вот вы ее одели, походили с ней, вечером сняли, и вот эти концы из этой железочки, они просто выскакивают и висят на одной добротной соплюшке. Поэтому такого плана резинки тоже не советую, они некачественно сделаны, и они одноразовые, то есть вы ходили один раз, попользовались, завязали там хвостик, косичку, и все, вечером вы ее выбросили. Вот. Все. Подписывайтесь, ставьте пальчики вверх, оставляйте комментарии, и пока-пока.